Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах из жизни. Тема нашей сегодняшней передачи – авитаминоз, что это такое и как с ним бороться. У меня в гостях Светлана Незванова, диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог, а также Елена Левагина, врач-педиатр. Елена, первый вопрос у меня будет к вам. Что такое детский авитаминоз и как он проявляется? Детский авитаминоз – это отсутствие витаминов в организме ребенка. Часто мы в своей врачебной практике с этим не сталкиваемся. Чаще у нас такое состояние, как гиповитаминоз, то есть это сниженное недостаточное количество веществ в организме ребенка. Так как витамины у нас влияют на практически все обменные процессы, все сферы жизни, поэтому даже недостаточность одного какого-то витамина повлечет за собой определенные последствия. Мы можем сталкиваться с полигиповитаминозом, когда несколько витаминов у нас в организме не хватает, а можем столкнуться с моноавитаминозом или моногиповитаминозом, когда не хватает только одного витамина. В детской практике чаще всего мы сталкиваемся с гиповитаминозом витамина D. Это наш любимый витамин, который мы назначаем всем детям с рождения. Есть определенные национальные программы, которые регламентируют нам назначение определенных профилактических доз этого витамина всем детям, независимо от вида вскармливания, от сезона года, от каких-то состояний здоровья ребенка. Как проявляются признаки этой болезни? Есть общие признаки всех гипо- и авитаминозов. Ну, например, раздражительность, сниженная работоспособность, какое-то беспокойство ребенка, либо наоборот, слишком вялое состояние ребенка. Когда ребенок начинает часто длительно болеть, потому что у нас витамины некоторые влияют на иммунную систему, на сопротивляемость организма. Это общие признаки практически любого гиповитаминоза. И также у нас есть специфические признаки, когда не хватает какого-то конкретного витамина. Ну, например, про недостаточности витамина А у нас будет снижаться зрение. При недостаточности витамина D у нас будут признаки рахита, такого заболевания, изменения со стороны костной мышечной системы. Вот. И очень много специфических признаков. На коже, например, на коже. Вот мама, например, ребенка может увидеть как-то, заметить? Да. Ну, не при всех гиповитаминозах проявления могут быть на коже. Но в основном, например, если мы видим сухость кожи, ломкость волос, ногтей, то тогда мы говорим о гиповитаминозе витамина А, витамина Е, фолиевой кислоты. Витамины группы В, например, они проявляются чаще всего со стороны нервной системы, повышенной раздраженностью. Это группа препаратов, которая отвечает именно за формирование нервной системы, за функционирование ее. Спасибо большое. Очень интересно, Светлана. А витаминоз у взрослых, он также проявляется? И какие причины его возникновения? Вообще я начну с того, что люди под словом о витаминоз, они думают всегда о дефицит разных веществ. То есть анемию они тоже называют о витаминоз. Поэтому я бы эту тему расширила, что это тема не только про витамины, а вообще про дефицитные состояния. И вот сейчас весна, и действительно многие начинают замечать отсутствие энергии, слабость, апатия, раздражительность. И очень сильно это происходит именно в конце зимы, вот февраль, начало весны, потому что очень высокий уровень дефицита разных веществ. Вот Елена сказала, витамин Д, вот он самый низкий по анализам крови именно сейчас. Практически каждый мой взрослый пациент проверяет этот анализ. Называется он 25ОН витамин Д. И я его вижу, например, в сентябре, он в районе 30-35, такой низкий уровень предела. И сейчас 10, 15, 12, даже те, кто у меня месяц назад пил витамин Д, оказываются в таком жестоком дефиците. Вот один прекрасный пример, как это проявляется. Ко мне пришла девушка, 18 лет, она уже закончила образование, начала работать, и у неё прям настоящая апатия, отсутствие энергии, какой-то такой эмоциональный спад. Конечно, она попадает в психотерапевту. Тут сразу ей арсенал антидепрессанта. 18 лет, девчонки. Я посмотрела, у неё дефицитное состояние, витамин Д был 3 в крови. Я говорю, слушайте, ну тут просто сейчас поднимем его, вам уже станет легче и лучше. То есть это, к примеру, о том, что насколько сильно падает качество жизни человека, что он не может ни работать, ни двигаться, ни... Вот именно в плане энергии связан с дефицитом вот таких витаминов, микроэлементов. Спасибо большое. Елена, что же нужно делать, чтобы как-то предотвратить эту болезнь? Ну, у нас есть очень много мер, которые мы обязательно и в педиатрии, и в частности, предусматриваем для того, чтобы у нас не снижались показатели по витаминам. Ну, например, это профилактическое назначение витамина Д детям с одного месяца жизни. Надо помнить, что с месяца до года у нас такой период, когда мы назначаем по тысяче международных единиц, то есть это две капельки утром и вот на этот период. Потом у нас расход витамина Д немножко увеличивается, потому что начинается период быстрого роста, и расходования этого витамина получается больше. Поэтому с года до трех мы увеличиваем на одну капельку, и получается полторы тысячи международных единиц в сутки. Ребенок должен обязательно получать, чтобы у него формировались правильно скелет, чтобы ножки были ровненькие, чтобы голова была правильной формы, то есть есть определенные клинические проявления этого заболевания, как рахит. И такие детки у нас не часто сейчас, потому что каждый педиатр назначает своему ребенку, подопечному пациенту, профилактическую дозу витамина Д, мы встречаем не часто. Но первые признаки, например, такие как повышение влажности кожных покровов, это один из косвенных признаков недостаточности витамина Д, который обязательно должен восполняться. Вот мы можем расходовать в период быстрого роста, или, например, во время интоксикации, во время каких-то заболеваний, витамины. А можем недополучать эти витамины, потому что только витамин Д у нас вырабатывается в коже под действием ультрафиолетового излучения солнца, а все остальные витамины мы получаем извне с пищей. И поэтому, если мы не получаем, мы тоже не получаем витамины извне с пищей, то мы получаем гиповитаминозы. И есть такие состояния заболевания желудочно-кишечного тракта, когда вроде у нас мы и получили достаточно витамина Д, но он у нас не всосался, не усваивается в желудочно-кишечном тракте и транзитом выходит из организма. Эти тоже состояния, если мы выявляем, направляем к профильному специалисту, и уже гастроэнтерологи как раз и занимаются данными вопросами. В рамках семьи как-то можно помочь ребенку? Что, например, нужно обязательно в рационе ребенка? Ну, начнем с того, что важно проходить ежегодную диспансеризацию детям, чтобы выявить только врач узкий, специалист-педиатр может выявить некоторые признаки гиповитаминоза. Не всегда в семье замечают это. Если вы заметили первые признаки гиповитаминоза, которых мы сказали, то тогда первое, что надо, это обратиться к врачу, не назначать поливитаминные препараты, лучше пройти комплекс обследований, диагностики на содержание конкретных витаминов в крови. И если это гиповитаминоз уже, или авитаминоз, то тогда помимо рационального питания назначаются витамины в виде лекарственных средств уже. Если у нас уже есть состояние гиповитаминоза, то просто изменение рациона питания мы можем не выйти из этого состояния. Но если у нас нижняя граница нормы по витамину какому-то конкретно, то, меняя рацион питания более сбалансированное, мы скорректируем это состояние. Спасибо. Светлана, как выявить авитаминоз самостоятельно? Какие, например, анализы можно сдать? И что вообще можно принимать самостоятельно? Ну, я думаю, что зрителям будет интересно пройти небольшой тест, если можно, я прямо его сейчас проговорю, и потом уже только перейти к анализам. Потому что я не соглашусь, что анализы на витамины вообще в большей части информативны, особенно на водорастворимые витамины. И когда ко мне на прием пациент приходит с списком, и у него там B12, B9, как правило, это чаще всего ложные показатели, они зависят не только от потребления с пищей, а еще даже от нашего кишечника, и что там вообще происходит. Ну вот самый частый признак, что у вас дефицит витаминов, это проблема ногтей и волос. Это придатки. Потому что организм как думает? Без чего организм может выжить? Ну, можно лишиться волос и ногтей от этого качество жизни и продолжительность жизни не теряется. И начинаются слояться ногти, они какие-то крошатся, белые пятнышки такие появляются, плохое питание. При дефиците, например, витаминов, которые участвуют в кроветворении и переносе кислорода, происходит гипоксия, ногти становятся такие ребристые. Вот прям посмотрите, посмотрите на своего ребенка, посмотрите на его ногти. Женщинам сложнее, чаще всего сейчас покрытые ногти, но в целом они такие вот прям ребрышками. Вот это первый признак. То есть все, дефицит есть, а уж какой дефицит микроэлементов, витаминов, вот здесь уже нужно будет поискать. Второе проявление, самое частое, это какие-то шелушения. Вот причина шелушений, чаще всего не витамины, чаще всего само шелушение провоцирует еще больший дефицит, например, витамина А, потому что для создания вот этих чешуек при экземах, псориазах, при различных, допустим, просто шелушений каких-то вот непонятных, человек страдает 10 лет, вот он не обращается, живет так, у него вот 10 лет эти шелушения. Происходят постоянные затраты, то есть нужно очень много резерва внутреннего, чтобы восстанавливать чешуйки. То же самое с перхотью, то же самое с корками на голове. То есть тут вторично все равно дефицит будет развиваться. Если мы говорим про анализы, то нужно смотреть жир растворимой витамины. У нас, к сожалению, сейчас люди уже приучились давать на витамин D, но самый страшный дефицит зимой – это дефицит витамина А. И восполнить его очень сложной едой, хотя есть продукты-источники, ну, например, многие подростки, которые тоже приходят ко мне на прием, люди с неверными признаками и правилами питания, они просто не едят эту еду. Например, источником витамина А является печень трески. Вот вы давно ели этот продукт? Да, месяц назад. Некоторые его просто не едят, не переносят. А в целом, вот таких вот продуктов, чтобы с ярким содержанием витамина, не очень-то много. Какие еще анализы? Вот я смотрю косвенные анализы. Например, мне очень нравится анализ на гомоцистеин. Его очень любят кардиологи, его любят гинекологи, потому что это анализ риска инсультов, поражений сердечно-сосудистых заболеваний. Но если копнуть истинную причину, почему он растет, почему вот эта агрессивная молекула, которая разрушает сосуды, растет в крови, то оказывается, это дефицит витамин В12 и фалата. И при правильной подготовке, ЖКТ, убрать причину, кто там виноват в этом дефиците, чаще всего это грибы, кандиды, бактерии избыточно растущие, убрали причину, восполнили фалаты В12, все, гомоцистеин снизился, риск инсульта упал. Вот такая вот немножечко затяжная история. И вторая часть вопроса. Вторая часть вопроса, что они могут самостоятельно принимать? Может быть, какой-то комплекс витаминов разумно принимать самостоятельно, например, осенью, весной? Ну вот, прямо на днях у меня была пациентка, которая переболела серьезным ОРВИ, и муж у нее любит пить там известный поливитамин из аптеки, ей тоже подсовывает. На что я говорю, нет, не надо. Во-первых, как правило, в поливитаминных комплексах самые, не самые биодоступные формы, потому что биодоступные органические формы более дорогие. Никто не будет их вот в какой-то поливитамин вот накладывать там в большой порции. Поэтому все же самые ценные, качественные, биодоступные формы, они идут в монопрепаратах. И вот я, конечно, полностью отхожу от поливитамина, мне практически ни один пациент не принимает, потому что витамин Д не закроет, дефицитный там тот же Б12 фалат не закроет. И смысл в этом поливитамине только перегружение печени и прием тех витаминов, которые так, ну, в достатке в организме. То есть получается, самостоятельно практически невозможно узнать, какой же у тебя недостаток и чего именно, что все равно лучше обратиться к врачу? Да невозможно. Ну, то есть вот у вас могут быть признаки, у вас могут быть эти дефициты, да, вы пропьете, возможно, вам станет лучше, но вы причину не убрали, а причина более серьезная может быть. И через месяц может быть то же самое. Вот, например, если пропил курс месяц, как часто вообще можно принимать их? Если все-таки кто-то не идет к врачам, неизвестно, какие причины, нет денег, нет времени и что-то покупают сами. Если они пропили, как правило, это месяц, как часто вообще можно их пить, если все-таки самостоятельно они это делают? Ну, если самостоятельно пить, давайте определимся с категорией самых безопасных. Вот, наверное, это самые безопасные будут небольшие дозы витамина D, потому что я сейчас встречаю передозировки, то есть я вижу и за 150 уровней в крови там эти показатели и как бы я уже начинаю тормозить. И витамин С. И вот витамин С, если это не чистая аскорбинка, а расписанная на несколько молекул, форм, включенные в состав, наверное, можно прям пропивать в течение простудного периода одну-две недели и повторять через месяц спокойно. Потому что он водорастворимый, если будет лишний, выводится, и в целом, если это вот не аскорбиновая кислота, которая падает в желудок, раздражает и вызывает боли, а другая форма, например, аскорбат, то я не вижу проблем его принимать. В плане онконостороженности тоже у меня к нему претензий нет, например, как у практика. Спасибо, очень интересно. Елена, скажите, пожалуйста, вот, например, родители ребенка узнали, что у них там авитаминоз, гипп или еще там что-то. Это повод для расстройства или это достаточно быстро все лечится? Сколько вообще занимает это время? Ну, вообще расстраиваться нельзя в любом случае. У нас в любом состоянии, заболевании ребенка родитель должен быть ресурсным в этом. Без паники. Да, без паники. Если родители начинают паниковать, то это на 50% буквально снижает приверженность к терапии, например, и благоприятные результаты от лечения. Поэтому, первое, не паникуем. Второе, идем, выбираем специалиста. Лучше обратиться к участковому педиатру по месту жительства, потому что участковый педиатр, во-первых, знает вашу семью, ваши уже привычки, вплоть до там пищевых привычек, как ребенок развивался, какие дефициты были на протяжении всей жизни, как ребенок питается, является ли он малоежкой, является он избирательным питанием какое-то у него. И только после консультации с участковым педиатром они с родителями определяют дальнейшую тактику. Нужен либо узкий специалист, например, не всегда, как Светлана уже сказала, сухость кожных покровов является признаком гиповитаминоза. Врач-педиатр на приеме определит, это состояние связано с аллергией, например, или связано с гиповитаминозом какого-то витамина и направит к профильному специалисту, аллергологу, иммунологу, либо гастроэнтерологу. Также педиатр на участке знает родителей и их наследственную предрасположенность. Если не знает, то спрашивает обязательно, имеются ли какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта у родителей, ближайших родственников. Если они имеются, то какие могут ли они передаваться по наследству, возможно, ребенок родился без каких-либо заболеваний, патологий, а в процессе жизни мы получаем эту патологию, потому что фон был изначально вот такой. И первое, это врач-педиатр, не паниковать, потом врач-педиатр, потом узкий специалист. И по времени сколько это может занять, когда уже ребенок будет здоров? Если быстро диагностирован гиповитаминоз какого-то конкретного витамина, пропивается курс лечебный, возможно, повторные курсы, все зависит от динамики восстановления в крови этого витамина, ну там, от месяца и до полугода, например. Спасибо большое. Светлана, скажите, как лечится витаминоз у взрослых, возможно, более длительный период, и как правильно все-таки принимать витамины, БАДы из аптеки, потому что сейчас огромное изобилие всего, разнообразие, и самое главное, что они доступны, и как не запутаться в этом во всем. Давайте я расскажу по длительности и по тому, как взрослые это принимают на тоже примере. Самые сложные примеры, это вот, очень похоже на истории с детьми, я думаю, это пожилые люди. Пожилые люди моя любимая категория пациентов, потому что это люди, которые из советского времени, они еще едят и картошку, и сами ее выращивают, и очень любят печеньку с чаем, вот у них вот это вот, и отучить их очень сложно. И вы знаете, когда я начинаю все-таки с помощью их детей как-то их диагностировать посерьезнее, давайте вот это еще сдадим, вот это посмотрим. оказывается, что очень часто у тех людей в возрасте, у которых есть серьезные нарушения атеросклеротические, холестериновые проблемы, зашкаливает там этот холестерин, оказывается, у них часто проблема с кишечником. Я там нахожу грибов дрожжевых, я нахожу паразитов, я нахожу избыток там различных, бактериальный рост, и поэтому у них очень часто еще иммунитет ослаблен, они часто могут заболевать, сразу принимать какие-то антибиотики, и все вот так вот немного по кругу. Замкнутый круг. И когда находишь дрожжевых грибов в кишечнике, как правило, вылечить их очень непросто, потому что они там есть всегда, это такие жители, стабильные, постоянные, и они растут вот такой пленочкой, биопленочкой мицеллярной, блокируют слизистую кишечника, и сам кишечник ничего не синтезирует, то, что он должен, например, у нас полезные бактерии должны синтезировать В12, другие витамины В, так еще и не всасывается с пищей. Другой большой минус этой категории пациентов, это различные проблемы пищеварения, то есть у них низкая кислотность, у них плохая желчь, и тоже жиростворимые витамины плохо всасываются, даже витамин D в этой дозе может просто как вот мимо пройти и пробежать, даже не всасаться нужным образом. У них есть анемия, хотя, казалось бы, женщины уже без менструального цикла, ну, как-то более-менее жизнь налаживается, но нет, и здесь находится дефицит. И у них вот колоссальный вот этот ДРАС-Б12 с фалатом, оказывается, который провоцирует инсульты, например. И поэтому вот эта история с авитаминозами, с дефицитами, она затягивается на полтора-два месяца. То есть пока я как терапевт могу лечить разные системы, да, и как гастроэнтеролог я сначала лечу ЖКТ, я убираю этот гриб. Мне надо подтверждение, прийти, сдать еще раз анализ кала, показать вот чистый кишечник, только после этого мы начинаем работать с соком пищеварительным, с кислотностью, с желчью. И вот наконец-то вот здесь, вот только на этом этапе мы добавляем то, что нашли уже по анализам. Поэтому вот это обследование я не делаю сразу массой большим, потому что все анализы на витамины, микроэлементы, они достаточно дорогие, работая в частной медицине, люди идут в основном не бесплатно сдают, а платно. И поэтому я разделяю сначала вот по ЖКТ недостаточно, потом смотрим, а потом смотрим, что там еще по дефицитам есть. Вот получается месяца два вот более-менее мы добираемся хоть как-то эти дефициты закрыть, но зато когда они это все делают, у них появляется какая-то система. Вот самое важное, вот я не очень соглашусь с Еленой, что вот там цикл пропил, все вот закончил, все прекрасно. Да нет, через месяц он придется тем же симптомами. Самая большая проблема это неумение пить регулярно. Вот прям бичи людей настоящих сегодняшних. Я даже искала приложение, оказалось, есть встроенные функции, напоминалки, которые тебе говорят выпей таблетку, выпей препарат, выпей это. Вот как воду, стакан воды научить надо пить, так и здесь. Поэтому проблема людей, что они начинают, забывают, бросают, а потом думают, ну я пил витамин Д в том году, да, я пил витамин Д, но так-то его надо пожизненно Какая регулярность? Осенью и весной достаточно? Нет. Ну вот с витамином Д я все-таки сначала выравниваю до нормы, а потом чуть ли не пожизненно оставляю хорошую безопасную дозу, раз в год просто контроль. И бывает, что, например, раз вот кто у меня пьет эту дозу хорошую, качественную, мы сдаем раз в год, все прекрасно, нет ни передозировок, нет ни дефицита. Как только летом они не пили, но солнышко же, все, они пропустили, они пришли осенью, у них есть падение уже. Светлана, как же все-таки выбирать все эти витамины, БАДы, может быть, какой-то там значок должен быть, на что вообще обратить внимание? Вот, когда очень резко изменилась ситуация в 22-м году, и очень сильный пошел импульс роста отечественных производителей, но несмотря на это, вот таких крупных заводов производства добавок всего три в России, все остальное это просто производители, которые вот с этого завода берут, свою красивую упаковку или под свой личный бренд упаковывают, да, и вот, пожалуйста, там добавка моим именем пейте, а по факту это все вот сделано из одного завода, из одного мешка. Поэтому я сторонник того, чтобы всегда обращать внимание на состав, но так как я практик, например, у меня была ситуация, я взяла производителя, это был не лекарственный препарат, это была добавка, она продавалась в аптеке, ну, она есть в интернете, на маркетплейсах и в аптеке. Хороший состав, нужные формы, там, фалата, железо, все мы пролечили, пропили, эффект ноль. Я думаю, ну, может быть, что-то не то с пациентом или со мной, может, что-то недолечил. Вот так три раза я попробовала, поняла, что проблема в препарате. То есть, мало ли, что там указано на упаковке, все же надо смотреть, есть ли у производителя какое-то сырье, есть какие-то сертификаты, потому что, когда производитель крупный, с именем есть что терять. Когда это какая-то компания под именем, ну, сегодня она проверку прошла, одну написала, завтра она другой. Поэтому, конечно же, лекарственный препарат в этом плане безопаснее. И если есть в аптеке хороший лекарственный препарат, например, омега-3, чтобы не рисковать, я знаю, ну, пусть попьет пока вот хорошую омегу, чтобы эффект был, а потом уже я могу поискать из серии нутрицептиков, добавок, с более, ну, может быть, цена-качество лучше. Вот, поэтому и в аптеке можно выбирать, и в других ресурсах, но обращаем внимание на форму биодоступную и аккуратную, потому что все-таки рынок, ну, пока еще вот такой не очень безопасный. Спасибо вам большое. Надеюсь, что нашим зрителям теперь более понятна эта тема. конечно же, будьте здоровы, и если ваша проблема не решается, то не бойтесь обратиться к специалистам, которые действительно вам поможут в ее решении. Увидимся в следующей передаче. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok